Неправильный код доступа. Введите код. Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной. Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-4545. Еще раз повторяю. СМСки 985-970-4545. Вообще, надо сказать, я опять в эфире 2 часа. Представьте себе подарочек. Прилетаешь час назад из Чечни, где я не утерпела, поехала посмотреть на то, что творится с батальоном Восток, и тебе вдруг оказывается, что у тебя 2 часа эфира вместо 1. Ну, впрочем, все по порядку. Зинаида спрашивает меня, дорогая Юлия, как вы думаете, о чем говорит поток инициатив, пролившийся с галерно трудящихся на прошедшей неделе? Именно комитет по нравственности, поправка о клевете, музей Путина. Говорят они о чем-то разном или о чем-то одном? Видите, Зинаида, какая интересная вещь. Вот действительно, на этой неделе последовала масса инициатив, да, впрочем, и на прошлой, то закрывать газеты за клевету. Кстати, автор поправки, прошедший в депутаты от партии от наших, он сам бывший издатель, не издатель, но он сотрудник ведущей почти порножурнала под названием «Молоток». Ну вот они там теперь будут закрывать за клевету СМИ, если примут это в окончательном чтении. Про комитет по нравственности и тому подобные вещи. Можно обращать внимание вот на форму того, что предлагается. А давайте посмотрим не на вот эти вот странные предложения, которые к тому же вряд ли в основном будут приняты. Это в основном все-таки истории, чтобы показать, вот видите, какие сумасшедшие люди предлагают, какие сумасшедшие предложения, а власть у нас гораздо более либеральная. Меньшее зло, так сказать, по сравнению с родителями комитетов по нравственности. Так вот, посмотрим не на вот это вот словесное укрепление власти, а на содержательные вещи. Вот содержательных вещей на этой неделе было несколько. Один было закрытие программы Павловского. Вы не подумайте, что ее закрыли по идеологическим причинам. Понятно, она стояла в прайм-тайм. В прайм-тайм это стоит слишком дорого, такая программа. Ее заменят чем-нибудь гораздо более рейтинговым. Но суть в том, что этот аргумент никогда не действовал. А теперь вдруг он подействовал. Вторая история совершенно потрясающая. Тоже случайно совпавшая. На процессе по делу Невзлина вдруг двое уже осужденных убийц, Цигельник и Решетников, внезапно заявляют, что они оклеветали и Невзлина, и господина Пичугина, что к ним приходили следователи бортовой Банников и обещали, что им дадут 7-8 лет за показания против Пичугина. То есть, собственно, из чего произошли такие показания господа Цигельника и Решетникова, которые, сами понимаете, не подарочек. Господа Цигельника и Решетников им обещали 8 лет. Они получили пожизненное. И можно представить себе, что они недовольны. Так более того, вот одна рука этой власти не в состоянии соблюдать даже обещания данных убийцам. Другая рука этой власти из желания сделать еще раз приятное президенту, тащит этих убийц на новый процесс по делу Невзлина, где они получают возможность высказать свои претензии следователям Бортового и Банникову, которые они вряд ли, опять же, высказывали, если бы эти люди уже не были отстранены от ведения дела. И понимаете, в чем дело? Вот это производит впечатление системы, которая, во-первых, не умеет функционировать. Ей надо согласовывать между собой как-то деятельность своих рог, ног, пяток и защечных мешков. А во-вторых, как-то вот неприятно. Не успел еще Путин смениться Медведевым, как уже свидетели и обвиняемые берутся назад свои показания. Вдруг происходит еще одна удивительная вещь на этой неделе. Выступает сотрудник НИИ МВД, некто Игорь Сундиев с пресс-конференции, где рассказывает, что, оказывается, у нас движение скинхедов организовано, рассказывает принцип, по которому оно организовано. Он рассказывает, что вот нацисты действуют по принципу флешмоба, они получают задание по интернету собраться там-то, кого-то убиваются и разбегаются. При этом они даже не знакомы друг с другом, а все эти указивки приходят им по интернету. Боже ж ты мой! У нас еще недавно ГУВД Москвы говорило, что в Москве нет организованного скиновского движения, есть лишь отдельные всплески. У нас в то время, когда стало ясно, что на улице Академика Королева члены движения против нелегальной миграции случайно взорвались в процессе изготовления бомбы эквивалентом в 25 килограмм тротилы эквивалента, у нас в это время глава ФСБ господин Патрушев заявляет, что он борется с терроризмом и его международными покровителями на Северном Кавказе, в лице международных некоммерческих организаций. И вдруг такой веский смен, такая резкая смена тона, и сотрудник НИИ МВД говорит о том, что все это носит организованный характер, что это попытки некоторых лиц, которые вот там за интернетом прячутся, дестабилизировать ситуацию. И такое впечатление, что борются две группы. Одна из которых предпочитает почему-то не замечать скинов и организованного характера убийств, а другая вдруг стала обличать. Более того, на этой неделе произошла еще более замечательная история. Это отставка, окончательная отставка господина Довге, заместителя Бастрыкина, а также и отстранение от дела замминистра Старчака, его следователя, который его вел, это господина Валерия Хамитского. Согласитесь, совершенно капитальным моментом в политической борьбе нынешней России, эта политическая борьба почему-то ведется с помощью уголовных дел, это такое орузие главного калибра, по которому палят из оппонентов. Главным моментом была борьба тех, кто называется силовиками, и считается, что эта партия возглавляется Игорем Ивановичем Сеченом, в ней же Виктор Петрович Иванов, в ней же господин Патрушев, глава ФСБ, против, собственно, не против, а против кучи народу, начиная от самого президента Медведева и кончая некоторыми другими разрозненными группировками, как другой партии силовиков, возглавляемый господином Черкесовым, так и, скажем, министра финансов Кудрина, но, в общем, люди всячески стремились завоевать свою территорию. И вдруг мы видим, что дело Старчака разваливается, а это дело являлось существенной частью поля боя, и следователь отстранен от этого дела, и оказалось, что следователь даже не удосужился допросить министра, замминистра финансов Старчака за все время, пока тот сидит в СИЗО по существу, замминистра сам пошел письменно давать показания. Вдруг оказывается, что дело другого фигуранта все той же грандиозной битвы между силовиками, а именно замглавы ФСКН Александра Бульбова тоже под большим вопросом, потому что выясняются абсолютно скандальные подробности задержания главбуха, принадлежавшего, ну, реально контролировавшегося им ЧОПа, госпожи Елены Мордашовой. Выясняется, что на допросе ей говорили, что ее отвезут в области, застрелят. Ничего себе методы допроса. Выясняется, что после того, как официально сказали, что эта женщина освобождена, ее продолжали удерживать, и вот все это ей рассказывали, уходит в отставку окончательную господин Довгий. И возникает впечатление, что вот эта вот драка между силовиками, она расшатывает власть на глазах. Более того, я еще один момент очень серьезный назову, который, правда, произошел на следующей неделе, но который мало кто комментировал именно так. Я имею в виду отставку Семена Вайнштока и назначение бывшего мэра Сочи Виктора Колодежного на пост главы Олимпстроя. Все комментировали по-разному, но никто не заметил, что совершенно провинциальный человек, представитель Краснодарского региона, назначен на федеральный проект и на деление федеральных бабок, причем это лично путинский проект. Ребята, вы только говорите, Чечня, Чечня, мы Чечню не контролируем. А скажите, пожалуйста, когда сочинского человека назначают на вот это федеральное дело, это показатель того, что контроль над реальной ситуацией в стране стремительно ускользает или из рук центра, или из рук какой-то единой властной группировки, которая сражается между собой. И мне кажется, вот все эти вещи, о которых я говорила, они значительно более серьезные, чем заявления о создании комитета по нравственности. То есть вот с одной стороны раздается история, раздаются требования о создании кучи абсолютно пустых инициатив, а когда мы смотрим, что происходит реально во время междуцарствования, то создается впечатление такой лавины, которая накапливается над властью Путина, она еще не упала. Вот все эти вещи, они не скоординированы. Показания на процессе невзгленно, это одна история. Распря в Следственном комитете, это другая история. Краснодарские ребята, которые под шумок урвали себе Олимпиаду, пока Путин там в Ливии чего-то урегулировал, это третья история. Но все они складываются не в некий заговор, а хуже того, в некую системную картину стремительного ослабления власти Владимира Владимировича. И мне кажется, это предвестие того, что произойдет после того, как к власти придет Медведев. У меня еще есть несколько вопросов. У меня тут вопрос по поводу замечательной газеты московский корреспондент, которая опубликовала утку о свадьбе Путина с Кабаевой. Спрашивает меня, выходит или не выходит газета. Ну, понимаете, это замечательное знамение времени. Там случилась очень простая вещь. Главному редактору, господину Нехорошему, ну, надо было чем-то заполнить номер. Он вот тиснул эту утку. Я даже не думаю, чтобы поднять тираж. Я не понимаю, о чем он думал. Дальше, в соответствии с атмосферой и теорией заговора, царящей в Кремле, все это начало раскручиваться. Недоброжательный господин Лебедева, владельца газеты, побежали к Путину с докладом, что это все сделано нарочно. Напомню, что у господина Лебедева там есть 30% акций аэрофлота, председателем совета директоров которого является, кстати, Виктор Петрович Иванов, известный силовик и известный любитель такого рода интриг. Там мэр тоже подсуетился, который не любит Лебедева, и господин Нехорошев уже дал интервью газете «Твой день» о том, что это чуть ли не все Лебедев задумал. При этом сам Лебедев, на которого это все свалилось, ну, он... Колебания с изданием или неизданием газеты ровно в том и заключаются, что Лебедев, насколько я понимаю, не знает, что хочется Кремлю. То есть вот сначала Кремль позвонил и сказал, закрой газету. Лебедев закрыл. Потом начался шум гораздо больше, чем после публикации статьи о Путине и Кабаевой, потому что, когда бульварная газета публикует сплетню, это интересует только другие бульварные газеты. А когда газету закрывают, это начинает интересовать «Вошендом пост» и «Нью-Йорк таймс». Начался шум. Лебедеву звонят и говорят, слушай, шум... Лебедеву приходится открыть газету или сделать вид, что она не закрывалась, чтобы шума стало меньше. Но вот эта вот история, она разделяется на две части. Одна часть, как я сказала, яйца выеденного не стоит, это публикация утки в газете некомпетентным редактором, который непонятно, о чем думал и вообще думал ли он в этот момент. А другая часть – последствия, которые приходится расхлебывать уже на страницах «Нью-Йорк таймс». Мне просят прокомментировать историю о том, зачем мы сбили грузинский беспилотник. Сейчас, одну секундочку, я просто попытаюсь найти вопрос. Но суть вопроса заключалась в том, что зачем мы сбили грузинский беспилотник над Абхазией и чем вся эта история кончится. Вы знаете, меня больше всего в этой истории вот что поразило. Ну, собственно, почему мы отрицаем, что мы этот беспилотник сбили. Ну, вот Грузия распространила запись, как поднимается российский МИГ, совершенно безукоризненным маневром подходит к беспилотнику, его сбивает, а пород маленький, жертв человеческих нет, поскольку он летел, и на нем камера была, все видно, как его сбивают, видно, что его сбивает МИГ. Зачем мы это отрицаем? Мы что-то постыдное сделали? Тогда этого не надо делать. Мы защитили часть России, сбив грузинский беспилотник над Абхазской территорией, который, ну, вряд ли, по крайней мере, имел право находиться там не больше, чем российский МИГ. Тогда давайте скажем об этом прямо. Вот я предлагаю поглядеть на всю эту историю не с точки зрения международной безопасности, а с точки зрения того пилота, который сидел в кабине. Ему приказали, он выполнил. Он сделал хорошо, хорошее дело. В принципе, можно взять у него интервью, показать его по телевизору и сказать, вот, мы будем отстаивать права Абхазии. И это принципиальный вопрос, потому что у нас происходит очень странная история с нашей армией. А у нас сначала были засекречены военные, секретные операции. Теперь у нас засекречены военные операции. Я не представляю себе, зачем засекречивать военные операции. Вот во что превратился бы спорт, если бы имена чемпионов были засекречены? Или музыка, если бы имена композиторов были гостайны? Согласись, людям хочется славы, это нормально, а у армии желание славы, у воина желание памяти всегда было одним из основных, что двигало вперед армию. И это история, которая случилась у нас не сейчас. Это история, которая, собственно, началась у нас в Афганистане, когда впервые в истории человечества, абсолютно впервые, велась секретная война, которая по идеологическим мотивам называлась операциями ограниченного контингента войск. И эти идеологические мотивы приводили к тому, что люди, которые умирали, когда они открывали газету и смотрели, за что погибли их товарищи, они с удивлением узнавали, что операцию, которую провели они, якобы провела афганская армия. И когда они приходили к товарищам, которые погибли во время этой операции, они видели, что на памятниках нельзя даже написать, что этот человек погиб в Афганистане. Такие памятники сносили и были преступлением против СССР. И одна из основных мотиваций, мотивация славы, исчезала из поведения людей, точно так же, как она исчезла в чеченской кампании, когда вместо того, чтобы называть это словом «война», это назвали восстановлением конституционного порядка. И опять военные операции были засекречены, как будто это спецоперации. Я продолжу разговор после новостей, а сейчас перерыв на новости. Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Еще раз повторяю, телефон СМСок 985-970-45-45. Я говорила о грузинском беспилотнике, сбитом над Абхазией на этой неделе России. И кадры того, как его сбил грузинский МИГ, висят в интернете. И мой главный вопрос, повторяю, в чем, собственно, дело? Если интересы России требуют, чтобы мы сбивали грузинские беспилотники на побережье Абхазии, надо об этом открыто заявить, сбить, взять интервью летчика. Ему, летчику, да и полку, будет приятно. Не надо внушать ему, что он совершает нечто постыдное и позорное. Если это секретно, постыдно и позорно, не надо этого делать. А если нам будут внушать, что интересы России запрещаются в том, чтобы совершать нечто постыдное и позорное, в чем потом нельзя признаться, то, собственно, деятельность и будет позорной. Результаты и будут позорные. Мы это хлебали в Афганистане, когда фикция о том, что наша армия якобы не воевает, приводила к тому, что мы делились планами боев, будущих с афганской армией. И в результате, когда десант высаживался на верхушку горы, там уже была пирамидка из камней, по которой пристрелялись маджахеды, с которыми афганская армия тоже поделилась планами. И мы это хлебали в Чечне, когда было запрещено говорить, что у нас война, когда мы восстанавливаем там конституционный порядок. А знаете, чем отличается война от восстановления конституционного порядка? Когда у вас война, у вас пленные. А с пленными надо обращаться согласно Гагской конвенции. А когда у вас восстановление конституционного порядка, у вас пленных нет, у вас бандиты. Очень удобная получается история, что вот у человека расстреляли жену, расстреляли ребенка в ходе восстановления конституционного порядка. И это было восстановление конституционного порядка. А если он взял в руки автомат и пошел во мстить, то это потому, что он бандит. И обращаться с ним можно как угодно, а не как с пленным. И поскольку это было разрешено, это и происходило. И через это шла всеобщая деградация армии. И через это война превращалась во взаимную мясорубку. Вот не надо засекречивать результаты армейских операций. Результаты, подчеркиваю, естественно, неприготовление к ним. Это специфическая психология правителей и спецслужб, которая стране и национальному престижу страны обходится очень дорого. Ну, меня вот тут спрашивают насчет сегодняшнего заявления Кадырова о том, что надо соблюдать права человека, даже о том, что он будет добиваться соблюдения всеми прав человека. Особенно, как я поняла, он не допустит нарушения прав человека со стороны военнослужащих батальона «Восток». Вот тут Юрий пишет, что за нарушение прав человека в Чечне расстрел на месте. И спрашивают меня о том, что я видела в Чечне в ходе поездки. Естественно, я поехала посмотреть на то, что там происходит с батальоном «Восток», потому что, понимаете, какое дело, когда обе стороны заявляют правом противоположные вещи. Одна сторона, батальон «Восток», заявляет, что все остались на месте, что угрозами и посулами переманили небольшую часть военнослужащих Кадырову, а другая сторона, именно Кадыровская, заявляет, что батальон «Восток» практически массово покинул место дислокации части, то все-таки хочется пойти и посмотреть, что там происходило на самом деле. Ну, несколько вещей меня поразило. Во-первых, напомню, что все это началось с инцидента, когда Бодруди Ямадаев, человек, который должен сидеть 12 лет за уголовные преступления и которого вывезли в Чечню его братья, и он отбывал наказание до должности фактического командира батальона «Восток», так все это началось с того, что Бодруди Ямадаев открыл, пострелял немножко президентскому кортежу. Говорили, что президентский кортеж столкнулся с похоронным кортежем. Это не совсем так. Дело в том, что действительно Бодруди Ямадаев ездил на похороны, но он возвращался с похорон, то есть там никакого гроба не было, он возвращался, собственно, с соболезнования. Навстречу ему ехал президентский кортеж, машина Ямадаева, у которого там 30-40 охранников, поехали справа по обочине, как это часто водится в Чечне, а потом, когда президентский кортеж проехал, Ямадаев развернулся и погнался за кортежем. Мне охранники Бодруди очень смешно рассказывали, они-то были на десятках, а Бодруди был на парше Каене, они не могли его догнать. В том времени, когда они его догнали, вот началась вся эта стрельба, гранаты, из которых были выхвачены Чеки и брошены под ноги охранников Кадыров, который сам вышел из машины и начал разводить ситуацию. Кстати, я представляю себе эту ситуацию, представьте, кто-нибудь стреляет по кортежу президента Буша, президент Буш выходит из машины и начинает говорить Чеку, ну успокойся, успокойся, потом разберемся. Второе, что меня поразило, это, конечно, полный разгром батальона Восток. Я была на их базе, там осталось очень небольшое количество народу, часть из них без оружия, злословят, что это для того, чтобы они не перебежали на ту сторону, часть из них гражданской одежде, там ходят какие-то русские, которые вроде бы не должны служить в батальоне Востока, которые то ли присланы из 42-й дивизии, то ли служат в личной охране Сулима, там охранял некоторое время батальон Восток русский спецназ, что довольно смешно, поскольку, ребята, это батальон Восток для того, чтобы защищать наши интересы в Чечне, или это наш спецназ должен в Чечне защищать батальон Восток, чтобы он не разбежался. Причем, вся верхушка батальона, включая абсолютно элитных командиров, главных, сидит в гостях Кадырова в его резиденции, включая начальника личной охраны господина Ямадаева, Бодруди Ямадаева и племянников Ямадаева. 300 человек, по крайней мере, с батальона сидит на базе Вега, это Кадыровская база, и там они, и более того, те люди, которые сидят в резиденции Кадырова, они с оружием. Перешедшие на сторону Кадырова командиры, элитные командиры сидят прямо в гостях с оружием. А на самой базе батальона Восток люди ходят в значительной степени на всякий случай без оружия. Третье. Почему все это произошло? Прежде всего, поражает нерешительность действий российского командования и лично Сулиима Ямадаева во всей этой истории. Сулиим Ямадаев четыре дня не мог приехать в Чечню. Сначала он поехал в Чечню, как только это все произошло. Его вызвали в Минобороны на совещание, посвященное этому вопросу. Потом он поехал в Махачкалу, оттуда поехал на машинах в Чечню. Ему позвонили из, по крайней мере, так рассказывают, из штаба 42-й дивизии, сказали, что на него сидят в засаде кадыровцы, убьют и свалят все на боевиков. Ямадаев развернулся, они стали созваниваться со штабом, чтобы выслать вертолет, меняли аэродромы, с которых поднимался вертолет. В общем, в результате этого кругосветного путешествия где-то через 4 дня эти магелланы добрались и десантировались из федерального вертолета на площадку батальона «Восток», где к этому времени довольно мало осталось бойцов, готовых отстреливаться от осаждавших их кадыровцев, отстреливаться, несмотря на то, что их командира с ними не было. Четвертое. Что будет с батальоном и что будет лично с Сулимом Ямадаевым? Вот сегодняшнее заявление Кадырова о том, что он никому не позволит в Чечне нарушать права человека имеет к этому абсолютно прямое отношение. Дело в том, что те бойцы батальона, которые перешли на сторону Кадырова и тем более те, которые находятся как гости в его резиденции, они рассказывают очень много, они рассказывают очень много страшных вещей, и об убийстве Миланы Балаевой, жены, мусульманской жены Бодруди Ямадаева, младшего брата командира батальона «Восток», и об убийстве братьев Арсамаковых, это люди, с которыми у Сулима Ямадаева был конфликт за мясокомбинат «Самсон». И очевидно, что с Ямадаевым будет то же самое, что с Мавлади Байсарова. Когда у Мавлади Байсарова вышел конфликт с Кадыровым, то было поднято уголовное дело по пропаже целой семье, который Мавлади убил целую семью. Мавлади был объявлен в розыск, он стал абсолютно незащищаемой фигурой. Вот, видимо, господина Ямадаева ждет та же участь, причем, вот, я думаю, что обвинения в убийстве братьев Арсамаковых появятся в самое ближайшее время и будут очень хорошо документированы, скажем так. При этом есть такая тонкость, что пока все это будет вести прокуратура Чечни, это будет очень хорошо документировано. Но с временем Адаев военнослужащий, когда это попадет в военную прокуратуру, то, знаете, военная прокуратура у нас не соблюдает права человека, в отличие от Рамзана Ахмадовича, я бы сказала так. Короче говоря, в военной прокуратуре из политических соображений все это вполне понятным причинам может зависнуть. Сложится очень тяжелая ситуация для обеих сторон, потому что понятно, что в этой стране кадыров будет идти до конца. и федеральный центр будет защищать до конца человека, который, как они считают, способен противостоять кадырову в Чечне. Честно говоря, вот насчет противостояния не знаю, потому что учитывая ту централизацию Чечни, которая происходит на наших глазах, видно, что в Чечне кроме кадырова договариваться не с кем. Вот не хотите договариваться с кадыровым, будете договариваться с Бен Ладеном. И поразительный моментом, конечно, является то, что братья Ямадаевы оставались практически единственной силой неподконтрольной кадырова в Чечне, ну, не считая тех ребят, которые бегают в лесу. Они прекрасно знали, что над ними все это висит. Они прекрасно знали, что Кадыров предъявляет им массу претензий, что он разбивает всех врагов по-одиночке, что он перестал фактически общаться с Ямадаевыми на следующий день после собственной инаугурации. Вот на следующий день перестал отвечать на их телефонные звонки. И, несмотря на это, они вот вели себя по старинке, они вели себя как полевые командиры. Они надеялись, что Москва все прикроет и все спишет. Они недоплачивали своим бойцам. Правда, часть денег, недоплаченных бойцам, шла на содержание внештатников. Они позволяли своему младшему брату ездить по Чечне вот с этим 30 кортежем из охраны из 30 машин, при том, что младший брат, мягко говоря, не подарочек. Это, конечно, большое несчастье всей семьи, потому что в семье есть очень умнейшие люди. В Чечне есть замечательный младший брат Исаи Мадаев. В Чечне есть очень умный, достойный старший брат Руслан Ямадаев, бывший депутат Госдумы. Но вот своего младшего брата они при этом не считали нужным даже контролировать. И то, что в сложившейся ситуации эти люди вели себя так, они, конечно, очень сильно подставились, потому что они курили спичку рядом с бочкой, они курили сигарету рядом с бочкой с бензином. Причем сигарету они, конечно, бросили сами, а бочку поставил рядом Кадыров. Телефон прямого эфира 363-36-59 СМСки 985-970-45-45 Еще раз повторяю СМСки 985-970-45-45 И телефон прямого эфира 363-36-59 И говорите на эфире. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, Юлия. Это Владислав, город Москва. Вы знаете, в развитии вашей идеи относительно беспилотного самолета грузинского, хотел бы заметить следующее. Считаю, что с большой долей вероятности можно предположить, что грузины прекрасно понимали, что этот самолет собьет и будет к этому абсолютно готовы. Ну, от селекции понятно, так сказать, ребят, смотрите, он неадекватен. Они предполагали даже о том, что Россия будет этот факт совершенно очевидный, будет отрицать. Спасибо большое, но вы знаете, я что могу сказать, если грузины способны к таким сложным построениям, то тем лучше для грузин. Но я предпочитаю не вдаваться в теории заговора и не считать, вот как в случае с газетой господина Лебедева, которая опубликовала утку про Путина и Кабаеву, что все это было задумано. Вот это вот мышление спецслужб, что все, ничего не происходит случайно, а все задумано. Господа, жизнь складывается в основном из случайностей. Умные люди это те, которые используют случайности, а глупые люди это те, которые позволяют случайностям использовать себя. Пенсионер Дземин спрашивает меня, в случае военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии Россия применит военные методы. Об этом заявил сегодня посол Министерства иностранных дел по своему поручениям Валерий Кинякин. По его словам, Россия делает все, чтобы до военного конфликта дело не дошло. Значит, господин Дземин просит меня прокомментировать эти слова и просит спросить, будет ли, спрашивает, будет ли война между Грузией и Абхазией. Вы знаете, вернее, между Россией и Грузией, мне кажется, тут много шума из ничего, вот почему. Вот все заголовки наши новостные пестрят заголовками о том, что мы чуть ли не объявляем войну Грузии. Как сказал посол Министерства иностранных дел в случае военного конфликта. То есть, это если Грузия начнет, а если не начнет, то, знаете, или мы и мы не начнем. Вот еще раз повторяю, вот только что я в Чечне видела, как Министерство обороны в течение пяти дней не могло высадить на его собственную базу комбата батальона «Восток». Я прошу прощения, ребята, вы как собираетесь завоевывать Грузию? Вы уверены, что у вас, вернее, объявлять войну Грузии, вы уверены, что у вас есть боеспособные части? Я, знаете, чем больше всего удивлена? Вот мне говорят, что я клевещу на армию. Ну, хорошо, когда я говорю, что там армия в ужасном состоянии, что у, какова армия таковая страна, ну, понятно, я, допустим, клевещу, но ведь я же вполне себе империалист. Я всегда ехидничаю, ребята, если у нас конфликт с Грузией, давайте объявим ей войну, а если у нас конфликт с Белоруссией, давайте возьмем Минск двумя парашютно-десантными полками. И вот как только я говорю, что Россия, если она говорит, что она будет воевать, должна воевать, так поднимается такой хай, который, знаете, еще больший хай, когда говоришь, что наша армия небоеспособна. Вот это меня поражает. И все то, что у нас происходит вокруг Грузии и Абхазии, это, к сожалению, пиар, причем пиар из серии мы плюнем соседу в суп и сделаем вид, что объявили войну. Нет, ребята, мы просто плюем соседу в суп. Это не объявление войны. Мы плюем ровно для того, чтобы не то, что не объявили войну, а не вызвали участкового. Война между собственно Грузией и Абхазией, это я уже много раз говорила, на мой взгляд, невозможна. Завоевание Грузии и Абхазии, на мой взгляд, невозможно. Но невозможно по трем причинам. Одна из них чисто технологическая, которая заключается в том, что война Сухомская дорога, которая ведет через Кадорское ущелье, может быть перегорожена силами, но если даже ни одного парашютно-десантного балка и даже ни одного батальона, а силами одной роты, если не взвода. Причем любое количество техники может там застрять, как персидская армия под фермопилами. То есть у Грузии нет технических возможностей завоевать в Абхазию, в отличие от Южной Осетии, у которой, конечно, очень уязвимое положение, и у которой Цхинвали просто окружен высотами, которые, если взять, от Цхинвали ничего не остается. Второе обстоятельство заключается в том, что в Абхазии и Грузии нам придется воевать с народом, а война с народом это колоссальные потери среди мирного населения и колоссальные потери среди собственных войск. А если бы в Грузии было не демократическое правительство, которое не собирается интегрироваться в мировое сообщество, такое, например, правительство, как то, которое объявило вторую войну Чечне, то, конечно, Грузия могла бы начать такую войну, но те потери среди мирного населения и среди собственных войск, которые это потребуют, они неприемлемы для правительства, которое пытается быть цивилизованным. И третье, что когда Грузия вступит в НАТО, априори такая война останется практически невозможной, потому что на нее потребуется согласие 26 стран-членов НАТО, которые никогда его не дадут, и для Грузии вступление в НАТО гораздо важнее даже завоевание Абхазии. То есть есть вот некий статус-кво, который будет сохраняться неопределенное количество времени, пока Абхазия не получит независимость, видимо, так же, как Косово. Видимо, это произойдет очень нескоро. Видимо, в течение этого времени Абхазии можно не позавидовать, потому что, во-первых, она станет той ареной, на которой будут выяснять отношения Грузия и Россия. Во-вторых, абхазская экономика, будучи экономикой непризнанной республики, и сама по себе находится в довольно мерзком состоянии. В-третьих, учитывая свободные экономические нравы Кавказского региона, то, что происходит в Абхазии с экономикой, с юриспруденцией, с правом собственности, оно отдыхает даже по сравнению с Чечнёй 1993 года. Это всё очень печально. Но вот эти печальные обстоятельства, они не имеют никакого отношения к тому, что Грузии нет технической возможности завоевать Абхазию, не нарушив столько прав человека, что в общем никакому Гитлеру не снилось. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Ещё раз повторяю, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Относительно по поводу Абхазии, у меня такое ощущение складывается, что вообще России не нужна Абхазия. Вообще-то не только России не нужна Абхазия, но и России, саму Россию не нужна Россия. Чечня, Владивосток, и то, что касается Грузии. Я не могу долго в эфире выступать, но хочу объявить, что Россию давно, наверное, не нужен ни Грузия, ни Украина, ни Армения. Спасибо. Вы знаете, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, поэтому не могу комментировать. Михаил Демидов, гражданин России, мытищие, спрашивает меня, вы попали в веб-список враги России. Вы испытали при этом чувство о гордости, боеспуга, веб-резгливости. Михаил, я не знала, что я попала в веб-список. Честно говоря, таких веб-списков «Вагон» и «Маленькая тережка». Это все из той же серии про комитеты по нравственности. Но что я могу сказать? Поскольку я не видела веб-списка, я вот пытаюсь понять, кто там будет враги России, кто там будет друзья России. По идее, во враги России надо занести вот так вот. Пушкина, который написал про русский бунт, бессмысленный, беспощадный. Лермонтова, который написал прощание, мы это Россия, страна врагов, страна рабов, страна господ. Салтыкова щедрена с его городом Глуповым вообще надо расстрелять посмертно. Ну, а, соответственно, в список друзей России, которые всегда хвалили, надо занести Греча, Булгарина, Победоносцева и так далее. Так что я в хорошей компании. Михаил спрашивает меня, уважаемая Юля Леонидовна, как вы прокомментируете распространившиеся противоречивые сведения об аварии АПЛ Курск, как и преднамеренном таране, осуществленном ракетным крейсером Петр Великий? В своей недавней передаче вы весьма подробно рассказывали, что после тех учений Петр Великий отправился в ремонт из-за криво висевшего портрета президента РФ. Если это был таран, то какие причины его могли спровоцировать? Михаил, все причины аварии Курска выяснены, их можно прочесть, если вам любопытно, в книге адвоката Кузнецова об аварии Курска. Как известно, президент Путин приказал Курск поднять, несмотря на сопротивление генералитета. Выяснилось, что внутри Курска взорвалась торпеда, которая протекла. Этому предшествовал еще целый ряд системных ошибок, например, вообще непонятно, почему эти торпеды были не выгружены. Они были не выгружены, ответ из-за того, что там, где они должны были выгружаться, единственная пристань и к ней очередь из подлодок, которые, подлодка Курска не могла стоять, чтобы выгрузить эти торпеды. Что же касается истории тарана Петра Великого, то она имеет отношение к двум другим историкам. Одна заключается в том, что наш генералитет вечно выясняет отношения между собой. И, как известно, в тот момент тогдашний главком господин Кураедов выяснял отношения с морской династией Касатоновых, который принадлежал командир Петра Великого. И поэтому в рамках этого, видимо, из окружения главкома распространялись слухи о Петре Великом. Это к вопросу о том, что наша армия не хочет выносить ссоры из избы, когда дело касается убийства солдат и дедовщины. Но когда дело касается вражды генералов между собой, или на камерах того, что генералы отнимают хлебное место, так мы слышим такой виск, такое количество децибел, что просто поп-звезды отдыхают. Еще несколько вопросов. Спивак Александр Анатольевич меня спрашивает. В прошлой передаче вы обидно высказались о педагогах и ученых, как о людях из коррупционных интересов, противостоящих ЕГЕ, единому госэкзамену. Уверяю вас, хотя чаще всего вы верно угадываете тенденции и причины, в этом вы ошиблись абсолютно. И дальше Александр Анатольевич пишет, что заполнение бланков с числами и ответами лишает прав тех, кто учится, а индивидуальный подход позволяет разглядеть дарование. Ответ на этот вопрос в следующем часе. Перерыв на новости. Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. Итак, меня спросили, почему я считаю единый госэкзамен панацеи от коррупции. Панацеи от коррупции, конечно, не бывает. Более того, история с едином госэкзамен у меня немножко напоминает историю с переходом российской армии на контракт. Вот наивные либералы типа меня предполагали, что когда российская армия перейдет на контракт, то что-то в ней должно сильно измениться, потому что тот солдат, который получает деньги, это в принципе все-таки другой солдат, нежели тот подневольный раб начальства, которого кормят кашей по цене черной икры закупленной и который вместо боевой подготовки занимается строительством дачи для генерала, что является, видимо, основной военной задачей российской армии в настоящее время. И вот мы наивные распускали губу и думали, что все, будут платить деньги и эта система кончится. Система, как известно, не кончилась, более того, российская армия стала переходить на контракт в массовом порядке. В некоторых частях зимой в половине шестого утра при минус тридцати на плацу выстраивали солдаты и говорили, пока не перейдете на контракт, не пойдете в казарму раздетых. Суть была в том, что после того, как они подписывали контракт, у них отбирали зарплатные карточки, на которые должна начисляться зарплата, или просто заставляли их расписываться в ведомости, ну, точно, как в батальоне «Восток». А денег своих солдаты не видели. Контрактизация армии шла ударными темпами, потому что офицеры поняли, что это просто деньги. Не во всех частях, повторяю, это было, но в очень многих, к сожалению, было. Это как раз к вопросу о том, что никакая идеальная система не выдерживает столкновения с жизнью. В этом случае ЕГЕ, конечно, полный аналог, потому что система была задумана для того, чтобы не было коррупции, а коррупция проявляется в том, что результаты ответа ЕГЕ известны заранее и там масса других вопросов. Но по той же причине, по которой армия должна переходить на контракт, в принципе, из какого бы человеческого материала она не состояла, по той же причине, я не думаю, что есть какая-то альтернатива ЕГЕ как принципиальный способ борьбы с коррупцией в сфере образования, потому что, господа, у меня простой вопрос. Вот все Принстоны, Оксфорда и так далее, они работают по системе ЕГЕ. Они работают так, что школьник заполняет ответ на стандартные тесты, и не надо, пожалуйста, рассказывать мне, что он при этом не может проявить свою индивидуальность. Он свою индивидуальность все равно не во время экзамена будет проявлять, после того, как закончит университет и получит хотя бы кандидатскую. Так вот, школьник заполняет стандартные тесты, рассылает их в разные университеты, и разные университеты на основании тестов выбирают студенты. А как только начинается история о том, что с каждым преподавателем можно поговорить, и с каждым университетом можно договориться, то система это основа для коррупции. Меня спрашивает Сергей из Москвы. Некто Михаил Хартман выступил в роли сливного бачка по отношению к Вайнштоку в российских вестях. Вы весьма положительно охарактеризовали Вайнштока как менеджера. Чем вы можете объяснить поливание последнего с одновременным восхвалением мэра Сочи Колодяжного? А главное перспективы Олимпиады с областным аэродромом в Южной Корее? Ну, Сергей, дело в том, что, как я уже говорила, у нас сейчас везде идут и большие войны, и малые войны, и в частности Семен Вайншток, бывший глава транснефти, с ним воюют как те, которые хотели отстранить его от Сочинской Олимпиады, так и нынешнее руководство транснефти, а именно господин Токарев, который очень близок к президенту Путина, насколько я понимаю, они коллеги еще по работе в Дрездене. У каждой стороны тут есть своя правда, например, с пребыванием Вайнштока на посту главы транснефти связана замечательная история о том, что деньги транснефти лежали на счетах в Альфа-банке, причем, когда господин Токарев пришел и потребовал перевода их на счет, если я не ошибаюсь, Сбербанке государственном хотя бы, то Альфа-банк просто отказался возвращать эти деньги. Он сказал, что там вот неснижаемый остаток, по-моему, 16 миллиардов рублей. И Альфа-банк вернул эти деньги только после того, как господин Токарев поступил, в общем, по-мужски. Он перекрыл ТНК, БП, доступ к трубе, и после того, как ТНК потеряла первый миллиард рублей на том, что у нее был неполучен доступ к трубе, она вернула эти вот 16 миллиардов рублей, положенных в Альфа-банк Вайнштока. Это вот как бы одна часть правды, одна часть конфликта. Другая часть конфликта заключается в том, что при Вайнштоке, несмотря на все вот эти истории с Альфа-банком и множество других, строительство газопровода трубопровода нефтяного до Приморья шло успешно, а при господине Токареве, по крайней мере, как утверждает противоположная сторона, оно сильно замедлилось, и господин Токарев объявил о переносе сроков открытия трубопровода. Поэтому, видите ли, тут вот такая война, в которой узнаешь много нового и о той стране, и о другой стране. На нее очень интересно посмотреть, но боюсь, что окончательная все-таки история заключается в том, что господин Вайншток, судя по всему, был очень способным менеджером, и в данном случае это казалось вещью непростительной. И каждый раз, когда после способного менеджера приходит менее способный, он начинает выискивать массу дырок в менеджере способном, а этих дырок Вайнштоку, несомненно, было довольно. Но проблема заключается в том, что дело не в дырках, а дело в том, как движется строительство, а строительство движется хуже. Роман спрашивает меня, что это вы рекламируете своего оппонента, адвоката Кузнецова? Роман, адвокат Кузнецов назвал меня шпионом ФСБ и заказным журналистом. Я надеюсь, такие, в общем, вещи в джентльменском обществе не приняты. За такие вещи в 19 веке стреляли, а поскольку мы не в 19 веке и не в Чечне, за них надо давать по морде. Я надеюсь, что адвокат Кузнецов вернется в Россию и я получу возможность дать ему по его морде. Но я ничего не могу поделать с тем, что господин Кузнецов написал совершенно прекрасную книжку о том, как утонула подлодка Курск и котлеты отдельно, муфи отдельно. Мои личные отношения с господином Кузнецовым отдельно, а книжка его, к сожалению, отдельно. Телефон прямого эфира 363-36-59 смс 985-970-45-45 и еще меня по интернету просят прокомментировать доклад Американского аналитического центра Стратфор. Американский аналитический центр Стратфор, напоминаю слушателям, заявил, что российские спецслужбы предотвратили аж российское 11 сентября. А именно во время мятежа в их обитах в Нальчике они предотвратили захват аэродрома, с которого террористы планировали угнать лайнеры для последующей самоубийственной атаки на российские города. Ну, что тут сказать? Бедные янки из Стратфора, видели ли вы аэропорт города Нальчика? Видели ли вы это капустное поле, по которому пасутся козы? Когда вы думаете, там последний раз приземлялся Боинг? Два Боинга, три Боинга? Там два кукурузника стоит, ну, еще какой-нибудь случайно заветевший Ту-134. На самом деле история о том, что нальчикские мятежники пытались устроить 11 сентября была пущена российскими силовиками сразу после мятежа. Ее высмеяли как совершенно неподобную в силу вышеозначенных причин, потому что, знаете, это было просто как в анекдоте. Заскакивает террорист пояс метро над Краснопресенской и кричит машинисту «Гони в Нью-Йорк!» «Не могу!» Я сказала «Гони!» Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция «Гони в Нью-Йорк!» И вот теперь эта история ожила в труде простодушных американцев, которые, ну, не были они в Нальчике. Но они не могут себе представить аэропорт меньше города Миннеаполиса. Надо сказать, что это не единственная такая история. Вот за некоторое время доклада Стратфора в суде над Невзленным, уже упомянутым, выступал израильтянин Юрий Нудельман, который подал иск, напоминаю, в Высший суд справедливости, это израильский суд, к МВД Израиля, которое незаконно, по мнению Нудельмана, предоставило Невзленному гражданству. И вот на этом суде господин Нудельман сообщил, что с тех пор, как он стал требовать выдачи Невзлена российскому правосудию, в его дом вломилась израильская полиция и даже подполковник этой самой израильской полиции Миша Шаули звонил ему с угрозами. Тут, понимаете, главный вопрос смысла этих показаний. Если для того, чтобы доказать вину Невзлена в российском суде, то думаю, что докажут и так. Если для того, выдачи Невзленной Израиля, то смею думать, что когда израильская полиция услышит от господина Нудельмана, что она угрожала господину Нудельману и вламывалась в его дом, то она, мягко говоря, охренеет. Я не уверена, что она сообщит, сообразит, что речь идет о вторжении судебных приставов, которые потребовали с Нудельмана выплату денег, взысканных с него Натаном Щеранским в израильском суде в рамках иска об оскорблении чести и достоинства, но израильская полиция, мягко говоря, вряд ли это побудет ее выдать нервно. То есть, в этом смысле, господин Нудельман, вот это то же самое, что центр Стратфор. Американский исследовательский центр Стратфор свидетельствует устами иностранцев, что российские чекисты великие люди. Они предотвратили российск 11 сентября. А господина Нудельмана можно положить на стол начальству, чтобы обосновать, что Израиль не выдает нервзленно потому, что тот вот купил все израильское правосудие. Вот даже господин Нудельман подтверждает. Собственно, не стоило бы все это комментариев, если бы за этим не проглядывал гораздо более страшный синдром. Синдром органов, которые создаются не за тем, чтобы дезинформировать противника, а за тем, чтобы дезинформировать начальство. То есть, наши российские органы делают не так, чтобы начальство поняло, что происходит в мире, а так, чтобы начальству было приятно считать, что о нем начальстве думают в мире. Причем, они совершенно уверены, что их западные коллеги поступают так же, и поэтому постоянно рассказывают нам о больших суммах, отпущенных стратегическим противником, то на дискредитацию российской истории, то на клевету, на вертикаль власти. И, знаете, во всех вот этих докладах псевдоиностранных и псевдопоказаниях иностранных одно учит меня. Я вот пытаюсь себе представить хотя бы один доклад ЦРУ, который начинался бы так, как написал известный российский аналитический центр из города Усть-Зажопинска, сравнивая стратегию Хиллари Клинтон и Барака Обамы, можно заключить следующее. Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. И говорите в эфире. Здравствуйте, Юрий. Это Александр, город Нагинск. У меня вот какой вопрос. Когда в Чечне был президентом Сахар Дудаев, то он один раз командировал двух человек, братьев Хуциев в Лондон, в Англию. Там они были убиты в тюрьме в английской, гражданином с армянской фамилией. Так вот у меня вопрос. Прояснилось ли за эти годы цель поездки в Англию этих людей и причины их убийства? Вы знаете, понятия не имею. Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. И еще раз говорите в эфире. Алло. Добрый день, говорите в эфире. Добрый вечер, Вилли. Это вот Александр в своем городе. Помните, я вот вам звонил на прошлой неделе и спрашивал вопрос про Абхазию. Да-да. Ну вот, знаете, ваш вопрос, ваш ответ, точнее, был для меня шокирующим, если можно так сказать, потому что я не представлял что вы такого мнения о взаимоотношениях России и Абхазии. Александр, а можно вопрос? Да, конечно. Да, я вас слушаю. Нет, ваш вопрос. А, вопрос мой заключается в следующем. Вот вы в твоем ответе сказали, что если Грузия войдет в НАТО, то тогда она окончательно не лишится Абхазии. Ну, а не кажется ли вам, что как раз наоборот, если Грузия вступает в НАТО, то тогда возможно, что силами НАТО, то есть КФОР, либо Евросоюз подберутся к прокурорению этого вопроса с помощью своих миротворцев в Абхазии, будет возвращение грузинских беженцев, то есть меня, в частности, тоже в Абхазию, через некоторое время проведут референдум о том, что как хочет Абхазия быть в составе Грузии, не в составе Грузии, ну, конечно, так как в Грузии большинство будет в Абхазии, мы выиграем референдум, и тогда Абхазия останется в составе Грузии. И даже не в статусе автономии, а в статусе, допустим, как региона, грубо говоря. Александр, а вот у меня встречный вопрос по поводу грузинских беженцев из Абхазии. Кого я не наслышал, извините. По поводу грузинских беженцев из Абхазии. Да, я вас слышал. Во-первых, согласитесь, что грузинам не пришлось бы бежать из Абхазии, если бы они не ввели туда танки. Ну, я не согласен, Сергей. То есть, если бы они не ввели туда танки, им бы все равно пришлось бежать из Абхазии. Да, в любом случае, потому что нас было первое. Александр, у меня тогда второй вопрос. Да? Вот после того, как при Сталине из Абхазии были выселены греки из Армении, туда насильственно было переселено более 100 тысяч грузин. Скажите, пожалуйста, с какого момента человек считается беженцем и насильственным переселенцем? То есть, те люди, грузины, 100 тысяч, которые были насильственно заселены в Абхазию, им были отданы чужие дома, они не являются ли насильственными переселенцами из самой Грузии? Нет, я с этим согласен, потому что, если уже вдаваться в историю, то тогда нужно идти еще дальше. Как происходило именно переселение абхазцев из Абхазии в Турцию, с помощью, которое производило царское правительство? А Турция тут при чем? Ну, смотрите, вы просто сдавались в историю, поэтому я иду еще дальше. Как вообще происходило переселение оттуда беженцем, если можно так сказать. Вообще, при царской власти абхазии, так называемые абхазии, были переселены из Абхазии в Турцию. Затем, в Грузии, в том числе, были переселены из Абхазии в оставшуюся сейчас Грузию. После этого, пытаясь восстановить историческую, если можно так сказать, справедливость, то Сталин и Берия, в основном Берия, искусственно переселяли Грузин из Западной Грузии в Абхазию. Понятно, Александр. Я получила замечательный ответ на этот вопрос. Сталин и Берия восстановили историческую справедливость и переселили грузин в Абхазию. Я думаю, когда этот ваш ответ услышат Абхазы, я даже думаю, что когда этот ответ услышит ООН, она полностью поймет, почему Абхазия хочет быть независимой. Если оказывается Сталин и Берия, переселяя народы, как те, так и другие, восстанавливали историческую справедливость. Правда, вы немножко ошибаетесь. Дело в том, что вы путаете так называемых мухаджиров, насильственных переселенцев с Северного Кавказа, черкесов, кабардинцев, черкесские племена, адыгские племена, которых выселяли или скорее, даже это не было выселением, это было геноцидом в 60-х годах 19 века, которых насильственно выселяли в Турцию и Абхазов, которых практически не трогали. Я думаю, что если бы, ну, я понимаю, мне странно об этом говорить вам, человеку, который жил в Абхазии, но, может быть, вы не имели возможности сравнить то, что происходило с абхазскими племенами в Абхазии, с абхазо-адыгскими племенами в Абхазии и то, что с ними происходило, собственно, на территории России, на территории Западного и Северного Кавказа, дело в том, что это очень наглядная разница. Она заключается в том, что когда вы приезжаете в Абхазское село, вы видите огромное село с огромными землями, вы видите дом, в котором иногда там один-два гектара личного подворья, вы видите уникальную вещь, которую я, кстати, не видела вообще нигде, это могилы предков непосредственно во дворе. Такой дом невозможно продать, потому что как продать могилу твоего отца? Такой дом, кстати, невозможно купить. Кто будет покупать дом с могилами? Это огромные села, которые не стеснены и которые представляют из себя типичные села, в которых жили абхазо-адыгские племена, так как они жили еще там в 12-м, в 13-м, в 14-м веке. Когда вы приезжаете на территорию Кабарды или Карачаева-Черкесии, вы видите страшные села, села-резервации, в которых черкесское или кабардинское население было согнано с гор, несколько сел были насильственно объединены в одно, там уже, конечно, никаких во дворе могил, никаких вольготных вот этих просторах, вы видите просто другой тип организации сельской жизни, созданный совершенно насильственно. И еще раз повторяю, что именно с российского Западного Кавказа российская армия выселяла и уничтожала черкесов, причем истории о том, как это происходило, конечно, относятся к не самой приятной странице истории России, потому что, если вы прочитаете мемуары царских офицеров той поры, мемуары Ростислава Фадеева, просто историю Кавказской войны, то вы увидите сентенции, которые, ну, в общем, перед которыми бледнеет Майнкапф Гитлера. Там все звучит примерно так. Сегодня уничтожили одно село, завтра уничтожили другое, вот, даст Бог, через неделю уничтожим еще четыре села. И те люди, которые были не уничтожены и согнаны на берег, им сказали, что они могут переселиться в Турцию. Они, в общем, там практически на берегу и умирали. И опять же, российские офицеры оставили страшное свидетельство того, как это происходило, воспоминания о мертвых женщинах, из-под которых высовывались мертвые дети, о людях, которые чуть ли не ели друг друга, ну и, конечно, о том, как турецкие корабли, которые якобы должны были перевезти черкесов за оплату в Турцию, они брали деньги, отвозили черкесов в море, топили их там и возвращались за новой порцией. На Красной Поляне до сих пор там кости незарытые, которые сейчас вырывают бульдозеры, которые строят Олимпиаду. Но в Абхазии, еще раз повторяю, этого не было, поэтому заявление о том, что Сталин и Берия восстановили историческую справедливость, переселив туда грузин, ну, знаете, как-то вот оно довольно странное. Я боюсь, что, понимаете, тут цинично говоря, грузинская нация, опять же возвращаясь к истории, точно так же, как российская нация была использована для колонизации других колонизаций советских республик, типа Эстония, Латвия, Литвы, использована не потому, что она была доминирующей нацией, а потому, что с помощью ее было удобно колонизовать республики. Точно так же, грузинская нация Сталином и Берии в значительной степени была использована для колонизации Кавказа. Напомню, что не только в Абхазию были заселены 100 тысяч грузин. Грузии было отдано, например, район, где жили балкарцы, Грузии был отдан Эльбрус. Очень много грузин было заселено в Чечню, грузины сейчас не претендует на возвращение в Чечню, поскольку, когда вернулись чеченцы и грузины не хотели оставлять свои дома, то там просто в одну ночь было убито несколько сот грузин. Грузины все поняли и ушли. В Абхазии, понятное дело, этого не произошло. Я думаю, что, когда Грузия имеет численное превосходство, 200 тысяч грузин, живущих в Абхазии, против 80 тысяч абхазов, тем не менее, потеряла Абхазию, введя туда танки, после этого ей очень тяжело получить Абхазию обратно. А беженцы, ну что ж, через 50 лет они перестанут быть беженцами. Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-4545. Ой, простите, перерыв на новости. Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-4545. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-4545. И говорите в эфире. Алло. Добрый день. Здравствуйте. А я по поводу того звоню, что там говорили, что грузины, там была другая нация, убыхи были такие. Довольно, что-то была нация. Там и где? Убыхи. Они жили там река Мзымта, река Сочи. Они, кстати, распространялись и на... В Абхазии это убыхи были. Они воевали до последнего. Ну, я просто читал исторические факты. Даже они заявляли то, что мы будем драться до конца. Если нам нечем будет драться, значит, мы спорим живота и своим женам и достанем новых воинов. Спасибо большое. И их всех вывели. Спасибо большое. Вам следует внимательнее читать исторические факты. Еще раз даю историческую справку по памяти. Вокруг на причерноморском побережье Северного Кавказа сплошной полосой от в современной Абхазии до современного Краснодарского края жили Абхазо-адыгские племена. Причем по языковому составу там вот, грубо говоря, каждая из этих Абхазо-адыгских племен понимала соседние. Абхазы понимали, если я правильно помню, убыхов. Убыхи понимали абоздехов. Абоздехи понимали натухайцев. Натухайцы понимали черкесов. Черкесы понимали кабардинцев. Там еще были шапсуги рядом с убыхами. Вот кабардинцы Абхазов уже не понимали, потому что разница была слишком далека. Как раз разница между тем, что современные Абхазы не понимают современных черкесов и промежуточного звена нет, как раз вот эта пугающая языковая лакуна, действительно свидетельствует о размахе геноцидов. Убыхи, вы совершенно правы, были практически полностью истреблены, вообще полностью, если я не ошибаюсь, нет ни одного убыхского села. Осталось одно натухайское, осталось, по-моему, одно абоздехское. Убыхи были полностью истреблены, остались только в Турции. Я лично видела одного убыха в своей жизни, но он был импортный из Турции. Он как раз приехал воевать в Абхазию за независимость Абхазии против Грузии, поскольку он импортный, он попал в отряд Шамиля Басаева и говорил по-русски с непередаваемым чеченским акцентом. Так вот, убыхи, однако, не были нации, они были просто племенем. И вся проблема абхазо-адыгских племен, она заключалась в том, что это были племена, которые создали очень высокий уровень социальной и культурной организаций. У них были поразительно разработаны кодексы поведения, собственного достоинства, обычаев, которые не уступали самым совершенным кодексам, регулирующим взаимоотношения людей в любой стране. При этом у них так и не возникло государство. Даже не всегда у них были князья, у некоторых племен были кабардинские князья, у некоторых племен было нам нечто, у некоторых племен было только дворянство, у орки, которые чувствовали себя так же свободно и так же с таким же достоинством, как граждане в Древней Греции. В значительной степени то, что происходило на Серном Кавказе вообще та система общественного устройства абхазо-адыгских племен, она, как ни странно, может быть сравнена с системой греческих полисов, потому что греческие полисы это были такая же череда независимо связанных общин, связанных друг с другом едиными культурными центрами, с очень высокими развитыми нормами гражданского поведения, с очень хорошей экономикой, но без единого государства. Некоторые из этих полисов были аристократические, некоторые демократические. Примерно тоже было у абхазо-адыгских племен. У них была очень хорошо развитая экономика, к сожалению, все наблюдатели отмечали, что когда на Северный Кавказ, на эти места пришли казаки, то казаки не сумели оставить сельское хозяйство на том же уровне, на котором они были у абхазо-адыгских племен. там просто произошло экологическая катастрофа в числе прочего. Но история абхазо-адыгских племен это очень страшная история того, что родовое общество высоко организованное, оно не может противиться государству, как бы ни была высока его культурная организация. И это еще одна очень страшная история. Дело в том, что абхазо-адыгские племена в течение столетий, даже не десятилетий, а столетий, начиная еще с начала нашей эры, занимались одним очень интересным делом. Они продавали самих себя, даже не всегда людей из соседнего села, иногда собственных дочерей и братьев и детей. Они продавали самих себя на экспорт в Средиземноморский регион, иногда в качестве рабов, иногда в качестве военной силы, и благодаря этому, например, несколько крупнейших египетских династий возглавлялись эмирами черкесского происхождения. То есть большинство, то, что называется обычно египетскими мамлюками, в целом ряде случаев, это были на самом деле черкесы. И вот такой вот экспорт интеллекта и мощи нации, постоянный уход этой нации на экспорт, он кончился для абхазо-адыгских племен очень печально, и это, кстати, конечно, такой спорный вопрос, но вообще экспорт интеллекта из государства кончается печально, в том числе и для Латинской Америки, и для России, если такой экспорт интеллекта будет продолжаться. И если вы спросите, почему абхазо-адыгов уничтожили практически, а чеченцев и дагестанцев нет, то ответ очень простой. Россия пыталась завоевать Константинополь, ей нужна была вся причерноморская полоса как зона безопасности. То есть, во-первых, Россия хотела по этой полосе ходить пешком, во-вторых, она боялась, что в случае войны как турки, так и западные державы будут оказывать черкесам и кабардинцам помощь. Кстати, иногда оказывали. Был один совершенно потрясающий польский полковник, участник польского восстания, который стал своим среди черкесов и там громил российские войска несколько лет, существенный ущерб наносил. Не помню, он принял мусульманство или нет, по-моему, нет. Но вот эта насильственная зачистка всей территории Северного Кавказа до границы с Грузией, потому что как раз абхазов оставили в покое, коснулось тех племен и тех народов, которые проживали внутри хребта и около Каспийского моря, то есть чеченцев и дагестанцев. Телефон прямого эфира 363-3659, смски 985-970-4545. И говорите в эфире. Алло. Добрый вечер, говорите в эфире. Алло. Добрый вечер. Я хотел бы поговорить по поводу Грузии и Абхазии. Смотрите, у меня сегодня целая лекция по этнографии Западного Кавказа. Ну, давайте, задавайте вопросы. Нет, я просто был много раз в Грузии, много раз был в Абхазии, много раз был в Армении. И везде есть друзья. И поэтому я хотел бы по этому конфликту высказать свое мнение. Могу я это высказать? Если можно, очень коротко. Да. Значит, дело в том, что виновата в этом все в этом конфликте Гамсахурдия. Если бы не было Гамсахурдия, который устроил не только войну в Абхазии, но и войну в самой Грузии, все было бы нормально. И Абхазия в Грузии жила бы вот как жила бы. А Гамсахурдия устроила войну в Абхазии. А Абхазии маленький народ. А маленький народ всегда помнит свои обиды. Я сейчас не буду говорить там вот старые... Спасибо большое. Я поняла ваш тезис, тем более, что я с ним абсолютно согласна, потому что печальная вещь, которую расхлебывает Грузия, заключается в том, что когда Гамсахурдия, якобы демократ, пришел к власти, то как и во многих странах, которые освободились от гнета огромной империи, вместо того, чтобы строить по-настоящему демократию, Гамсахурдия стал строить маленькую национальную империю. Ровно ту же ошибку сделал господин Милошевич, когда Югославия освободилась от влияния Советского Союза, то Сербия стала пытаться быть Советским Союзом для всей Югославии. В результате получилась резня, гражданская война, потеря, развал Югославии и, как следствие сейчас, получение независимости Косово. Та же самая история случилась в Грузии. Господин Гамсахурдия вел себя, прямо скажем, как фашист. По отношению к России он вел себя как либерал и сторонник независимости, а по отношению к собственным грузинским, внутригрузинским республикам он вел себя как фашист. Проблема заключается в том, что нынешние абсолютно вменяемое грузинское руководство платят по долгам Гамсахурдия, как нынешнее абсолютно вменяемое сербское руководство платят по долгам господина Милошевича. По международным долгам вообще всегда расплачиваются не те, кто их наделал. У меня Роман спрашивает Юлия, как с вашей точки зрения будет дальше развиваться борьба Следственного комитета и прокуратуры? Что может измениться после скорой инаугурации Медведева? Ну, борьба Следственного комитета и прокуратуры, которую я комментировала в самом начале, это вот даже не борьба Следственного комитета и прокуратуры, там и внутри Следственного комитета они, извините, степились, причем даже непонятно, кто с кем. Причем там же понятно, что с обеих сторон либералов нет. Обратите внимание, как ведет себя начальник Следственного комитета, господин Бастрыкин. Он стремительно набирает силу. Этот человек, который еще недавно считался креатурой Сечина и который, казалось бы, заводил несколько дел против противника Игоря Ивановича, противников человека, которого все называют не первым человеком в государстве, но и не второй. Так вот, господин Бастрыкин уже явно ведет самостоятельную политику. Чтобы возбудить сочувствие публике, он возбуждает уголовное дело по убийству, вернее, возбудновляет уголовное дело по предполагаемому убийству Юрия Щекочихина. А он господину Довге, заметьте, в чем обвинили. Интересный момент. В том, что он разгласил тайну следствия, назвав в интервью известием имя убийцы, непосредственного исполнителя убийства Анны Политковской. Рустам Махмудов. Тоже апелляция к общественному мнению. Человек ведет себя очень умно, растет гигантскими темпами, претендует на роль такого либерального Берии. И очевидно, что в том раскладе власти, который начнется после Медведева, от господина Бострыкина будет зависеть очень много. Очевидно также, что Медведеву, если он умный человек, он бесспорно умный человек, вот во все эти дрязги просто не стоит вмешиваться. Потому что что отличает вот эту вот породу, эту плесень, которая наросла на нашем государстве, отличает то, что эти люди не хотят ничего создавать, кроме ситуаций, которые они потом сами будут решать. Вот их представление о том, как устроена жизнь, и как устроена экономика, и борьба, это типа наехать на аэропорт Домодедова, сказать, что он должен отойти государству, создать ситуацию, а потом предложить помощь в решении проблем. Или завести на кого-то уголовное дело, потом предложить помощь в решении проблемы. Или перехватить уголовное дело у конкурента. Я уже рассказывала, что в Следственном комитете сложилась совершенно потрясающая ситуация, потому что Следственный комитет при МВД обвиняет Следственный комитет при прокуратуре в том, что Следственный комитет при прокуратуре изымает уголовные дела об обмывке денег, которые стоят, ну, уголовные дела потенциальной капитализации в миллиарды долларов. То есть раньше эти люди захватывали компании, теперь эти люди захватывают уже непосредственно уголовные дела. Враждебный захват по-российски. Люди делят бабки, так сказать, у самого корешка. Так вот, несмотря на вот всю эту борьбу, есть вещи содержательные, потому что можно воевать за аэропорт Домодедово, а можно его строить. Можно устраивать какие-то ситуации в Чечне, когда делают Ямадаевы, и думать, что Москва тебя защитит. А можно строить Чечню, как Кадыров. При этом понятно, что у всех, кто строит, имеются свои, мягко говоря, немаленькие недостатки. Я не сомневаюсь, что владелец аэропорта Домодедово, господин Камещик, занимался контрабандой. Я не сомневаюсь, что господин Кадыров, если он будет соблюдать права человека, то он начнет поиск людей, не соблюдающих права человека, с батальона Восток, с которым ему теперь надо разобраться. Но суть заключается в том, что есть люди, которые только создают ситуации, а есть люди, которые создают аэропорты, компании и республики. И вот, если господин Медведев хочет выиграть эту схватку, то ему не надо ввязываться в мелкие истории о том, кто враг России, кто агент МОСАД, кто английский шпион, а кто наоборот шпион израильский или чеченский. А господину Медведеву нужно решать несколько системных проблем, которые связаны с тотальным оттеснением силовиков от власти. Ну, самая простая пример. Вот есть документы оборота внутри администрации. Я просто говорю технический пример. А вот если он станет прозрачным, неважно, будет это электронный документ оборот, который так хотел внедрить в Медведев в свое время, или просто прозрачный документ оборот, то станет видно, где застревают бумаги, где люди не принимают решения и, не принимая решения, пользуются этим как инструментом. Я уже как-то приводила пример, что вот у Виктора Петровича Иванова, ответственного администрации за кадровые решения, в том числе за назначение утверждения в должности арбитражных судей, вот бумаги о назначении арбитражных судей застревают, как известно, очень подолго. В связи с чем арбитражный судья и так зависимый человек, будем говорить прямо. Но если бумага о твоем утверждении, не утвержденная, лежит в кабинете конкретного человека, то, согласитесь, конкретный человек всегда может взять трубку и позвонить. Вот это можно решить двумя способами. Можно назначить кого-то на место Виктора Петровича Иванова, а можно сделать документ оборот прозрачно. Вот важно делать второе. Потому что, как я уже сказала, несмотря на всю видимую рыболепность перед режимом президента Путина, технически это достаточно слабый режим. Это президент, который подписывает массу бумаг, которые потом просто не исполняются. Потому что их невозможно исполнить. Если к тебе приходит губернатор, и ты накладываешь ему пять резолюций выделить, сделать, отремонтировать и так далее, то потом этот губернатор приходит в Минфин, Минфин говорит, привет, пошел отсюда. И Минфин совершенно прав. Но создается эффект, что распоряжения президента Путина не исполняются. Это президент, который говорит, что надо уволить вот таких-то, таких-то генералов ФСБ, а потом он приходит на коллегию ФСБ, и эти генералы сидят на местах, и молоденький офицер поднимает руку и спрашивает, вот, товарищ Путина, организация, это централизованная, вот, если вы уволили генералов, надо исполнять их приказы или нет? Это президент, о котором говорят очень много хороших слов, о котором все кланяются. Но если вы посмотрите, просто что происходит с российскими регионами, то выйти странную вещь, что, например, в республике Ингушетия президент Зядиков, который очень хвалит Путина, тем не менее, позволяет себе задерживать российских журналистов, которые вроде как работают невозбрано на всей остальной территории России. И этих журналистов приходится выцарапывать оттуда, как из какого-то Ливана. Ингушетия не Ливан, она теоретически должна подчиняться центру. Точно так же вот свежая история с назначением градоначальника Сочи на федеральный проект, который, представьте себе, что она стоит с точки зрения контроля над реальными федеральными деньгами и пелёжки бабок, и осуществления этого федерального проекта, если тот самый градоначальник, который Сочи застроил точечной застройкой. И при этих условиях переменить эту структуру власти и вызвать лавину, которая просто тотально сметёт то, что существует, но это достаточно реально. Потому что, понимаете, вот в начале президентства Путина был задан вопрос «Ко из места Путин? Кто такой президент Путин?» Сейчас мы можем уже отвечать на этот вопрос. До 2003 года это был достаточно либеральный человек, который принимал вполне либеральные себе экономические меры и действительно мог создать великую Россию. Для этого ему просто ничего не надо было делать. В процессе он мог прекрасно отбогодиться. Он просто мог бы, допустим, он или его окружение могли бы, скажем, забрать себе «Газпром» и ряд других государственных компаний, приватизировать их и после ухода на пенсию стать такими же миллиардерами, как предыдущая волна приватизаторов, которая называется олигархами. Однако у этого президента Путина был один недостаток. Будучи профессиональным чекистом, он правил посредством разводок. Он узнавал всю информацию о противоположном клане от другого клана. А когда ты правишь посредством разводок, то рано или поздно ты становишься жертву и разводки сам. Когда твоя система власти основана на том, что Вася прибежал к тебе и сказал, что Петя плохой, а Петя прибежал к тебе и сказал, что Дима плохой, а Дима прибежал к тебе и сказал, что Сережа плохой, то даже если в 90% ты будешь не доверять информации и будешь очень циничным человеком, то рано или поздно ты поверишь в что-то, что сказал Дима, Петя или Вася. Вспомним интересный момент. Не то, что Путин всегда доверял своим силовикам. Кстати, вовсе нет. Мало кто помнит, что вообще борьба силовиков за передел собственности началась со славнефти, а не с Юкоса. И тогда славнефть силовикам не досталась. Даже не потому, что славнефть была обещана Абрамовичу, а просто потому, что, очевидно, Путин знал цену тем Васям, Петям и Сережам, которые ему жалуются на Диму, Наташу и Олега. Но постепенно Путин стал попадаться на разводки. Первая разводка, на которую он попался, видимо, была история о Ходорковском, потому что про Ходорковского каждый день клали доклады о том, что Ходорковский хочет занять его место, что Ходорковский финансирует оппозицию, что Ходорковский готовит ядерное разоружение России, что Ходорковский встречается с коммунистами с целью свержения российской власти. И, как я уже сказала, если эти доклады кладут тебе постоянно, то рано или поздно ты в них веришь, а люди, которые кладут тебе доклады, они, ну что же, они ничего не умеют, кроме как класть доклады. Они ничего не умеют, кроме как защищать президента от его врагов, и если этих врагов нет, то их надо создать. Потом президент Путин, видимо, как мы можем предполагать, уволил Касьянова, после того, как ему доложили, что Касьянов может занять его пост. Потом президент Путин, сейчас мы видим, как он одобрил расчленение компании «Сруснефть» господина Гуцериева, видимо, после многочисленных докладов о том, что это господин Гуцериев финансирует беспорядки в Ингушетии. На какие-то разводки Путин не попадался, это очень важно понять. Вот говорят, что Путин потратил четыре года, чтобы расставить всюду своих людей. Вовсе нет. Это силовики потратили четыре года на то, чтобы залезть в уши президента и сделать его своим заложником. Когда я говорю это, я не оправдываю Путина, потому что быть заложником у собственных холуев это гораздо более глупая вещь, чем быть диктатором. Но жертвой ареста Ходорковского первой разводки, системной разводки в истории России стал не только Ходорковский, ей стал и Путин, и сама Россия. Потому что тогда все покатилось вниз. Потому что тогда стала вся правовая инфраструктура государства превратилась в гигантский инструмент, который позволяет людям, позволяет чиновникам давить людей и отбирать компании. После этого преступление стало частью привилегии чиновника. После этого государство, как таковое, стало умирать, потому что на сути дела осталась куча паразитов, рассматривающих государство как инструмент для пополнения счетов компаний типа Гангл. И, к сожалению, умерла и непосредственная власть президента над Россией. Она была променена на вещи типа компании Гангл. Я считаю, что это недорого, что это все равно, чтобы променять право первородства на чечевичную похлебку. От власти президентской остались декорации, декоративный парламент, декоративные наши. От этой власти остался очень существенный момент. Право назначения любого министра или любого премьера, право Путина снять любого человека в этот момент, любого человека в любой момент. Вот это самый существенный момент, на который сейчас опирается власть президента Путина. Но очевидно, что когда президентом окончательно станет Медведев, эта власть отойдет ему окончательно де-факто. И когда спрашивают, придет ли Медведев к власти, утратит ли Путин власть, ответ я уже говорила. У президента Путина, как это не парадоксально, нет той власти, которая связана с тем, что вся правовая инфраструктура государства выполняет его приказы. У него есть власть кого-то чего-то отобрать, кого-то посадить, и у него, конечно, есть куча халуев. Но это недостаточно для того, чтобы иметь власть. Всего лучшего, до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok